всем здарова ребята ну что решил сделать вам такой не знаю возможно думаю наверное будет полезный видос в плане нового героя ход спота я думаю буду продолжать такие делать видосы я вам буду сразу же раскрывать плюсы и минусы героя мы будем это тестировать вот я почитал комменты мне ребята написали сейчас в комментах под первым обзорчиком героя что стрелок дальше чем он я сразу же это проверю покажу вам другие нюансы с вами тоже посмотрю потому что я его еще не тестировал я его пока прокачал на вот такую вот сборку где-то там вот такая вот сборка у нас то есть вы сейчас увидите сейчас мы все поменяем расскажу я вам просто покажу нюансы первое насчет дальности насчет дальности поехали я вот специально на арену зашел поставил стрелка и поставил его смотрите внимательно первое вот он сверху он достает до героя по другой линии то есть уже и внимательно смотрите вот здесь где стрелок а где он разницу видите дальность то есть соответственно дальность героя совсем давайте еще разок я поставлю то есть он на сегодня реально самый дальний это было и так видно в принципе вот я их поставлю сейчас по центру двоих в одной линии вот смотрите внимательно вот они вдвоем бегут он достает стрелок не достает так рукой смотрите сюда ну 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 космо отпусти блин космо эти космо все-таки нас давайте еще разок еще один тестик космо включается парализует ну вот видите он даже вот посмотрите куда стрелок забежал и откуда дуэлян бьет то есть разница причем там конкретно там не одна клетка это первое теперь давайте разберем его талант талант нереально крутой если разобраться в на сегодня один из самых топовых топ дамагеров будет у массовых я имею ввиду наносит на 13 1740 атаки это игнорируя бронь также также наносится дополнительный ну максимально это троим героем этот урон наносится поз броню снимает бафы с цели которая получает дома именно от скилла также следующих три с половиной секунды наносит стоп 30 115 процентов от атаки именно от атаки трем рандомным целям каждых 025 секунды течение трех с половиной ребят этот дофига также имеет понижение входящего урона иммунитет к параличу и стану также это еще не все парализует цель по которой бьет на полторы секунды наносит 400 от атаки цель этой цели и восстанавливает ребят восстанавливает себе 45 процентов жизни вот такая вот у нас сборочка я единственное уберу отсюда слона он здесь вообще бесполезно я вообще питомца уберу и мы сейчас с вами пойдем разбирать на подземку этого героя он у нас просто 13 13 да он максимальный у меня комплектации уже прокачан 10 10 но я вам скажу так мало героем которые с 10 10 буду делать то что вы сейчас это видите вот такая у нас депная сборка без питомца вы просто видите насколько он крутой и что будет на 30 прорыве я вам попозже покажу так это я тестировал идем на кошмарку вот кошмар к 5 10 максимальный давный вариант ребят смотрите внимательно надеюсь сейчас атлант у нас успеет включиться вот он бьет то есть как видите он бьет по зоне и посмотрите на домах вот это 0 2 секунды это 28000 основной его скилл по 128 по 200 к выбивает это по дамагу то есть по дамагу он нереально крутой по зоне второе посмотрите на скорость атаки скорость атаки у этого героя 04 то есть два с половиной удара за секунду то есть если он бьет по одной цели он нереально крутой посмотрите сколько дома ай блин атлант у нас не включился рано сейчас сделаем чуть чуть ниже выпустим плюс он отхиливает себя от удара посмотрите по цели сейчас он получает входящие часы будет хилить отхил конечно небольшой потому что там урон по сути небольшой ну вот 400 принципе отхилил довольно таки неплохо но у нас он увеличенный за счет того что он нас священный суд стоит он увеличивает отхил там нормально отхила увеличена полтора раза по моему он как видите без прорыва он нормально здесь себя чувствует я могу выпустить стрелка допустим стрелок тоже по стрелок здесь отхилом просто стрелок вот атлант включись ну включились блин атлант не включился ладно я хочу вам показать как он будет сливаться на отражалках вот реально он будет сливаться на отражалке какую сборку бы вы не сделали реально ему надо только подашку ставить от атланта вот смотрите это при том что у нас не атакующий вариант он просто слился налегке я вам показывал предыдущем видосе я тестировал реально есть смысл ставить ему если вы хотите его на по локации и вы не знаете что делать я бы наверное сделал бы такой вариант поставил бы ему подашку потому что без подашки сложновато будет против атлантов против отражалок у него очень много урона и он реально массовый было по него ограничение как у зефира он бы вообще был бы нереально крутой а так конечно вот сейчас мы дойдем до минусов вот теперь опять же давайте минусам буду сразу рассказывать минус он блокируется видите молчанка молчанка заблокировала у нас все брони все то есть это один из минусов у зефира такого нету у зефира иммунитет зефиру пофиг по сути в этого есть нету иммунитета к молчанке поэтому он будет блочиться с одной стороны у гринка на нем вот видите ничего не смог даже сделать то есть все зависит от того что вы на него поставите все зависит от локации возможно надо будет не один талант но это нормальное явление самое основное он очень универсальный то есть минуса он блочится молчанкой то есть это однозначно минус минус наверно то что у него очень много дамага у него нету каких-то иммунитетов отражалок то есть это один из минусов надо ему ставить подашку чтобы он не сливался так поехали дальше то есть таких два варианта молчанка проходит отражалка тоже то есть это в принципе это свойственно сейчас для большинства героя поэтому тут надо будет выбирать либо то либо то понятно что без донатом этом светит не скоро скажем так и вариаций тоже скоро не будет для них с этим героем потому что они до сих пор даже зефира не собрали этот герой собирается ну посложнее чем зефир скажем так но это пока что посмотрим что там нам обнова на айси скорее всего они ждали когда будет обнова на айси чтобы уже открыть осколки так что скорее всего завтра он уже будет более доступным такс то есть плюсы у него это однозначно то что он дамажит просто бешено кстати я хотел еще посмотреть на скорость набора энергии то есть для меня это тоже очень интересно давайте попроще подземки пойдем ну давайте кстати а то попробуем зафармить бьет минус еще один он бьет только впереди ну бьет конечно зонально но не бьет много целей как видите плюс скорость атаки то есть скорость атаки обалденный отхил плюс дав плюс игнорирование брони плюс снятие бафов плюс дальник супер дальник то есть посмотрите на скорость атаки насколько он быстро разбирает однозначно в пвп локациях его ставить первым не будете он будет у вас сливаться если он будет сзади он просто бешеный я вот посмотрел насколько он классно разбирает вот скорость атаки просто бешеная минус конечно опять же отражалка любая отражалка это все это ему пипец но так если посмотреть посмотрите сколько он дома к там наносит тут только добежал он уже ему прилично дамага нанес это не 30 прорыв ребят это обычный обычная 2 эволюция просто 13 скилл и не дамажный вариант у домашний вариант для игры игнорирования брони как бы он бессмысленные вам это уже показывал на примере зефира то есть поставите для основного скилла там допустим да для основного удара у зефира то же самое если вы поставите пакт и он будет бит основным скиллом они доп скиллом то это будет реально круто вот видно парализует он его по чуть-чуть полторы секунды ну плюс однозначно это массовый урон то есть массовый урон как бы поджигает врагов это реально на сегодня тоже очень круто единственный вариант у нас что надо для того чтобы он дольше жил это максимум дарпа защита от отражалок потому что сейчас многие только с отражалками бегают он будет сливаться и плюс full уклонение то есть без уклона я вам скажу так он добавить его ему жизни это не спасет я вам показал только что максимальный даб вроде со плюс огненка да там максимум жизни он сливается без атаки все равно на танте это говорит о том что он просто мега дамагер скорость атаки у него просто бомбическая я не знаю давайте сейчас попробуем посмотреть по героям у кого есть еще такая скорость и таки тыковка одна секунда 0 4 вот это если 1000 это раз в секунду ну такой вот это скорость атаки 1200 1000 1000 1500 650 ронин ребят на секунду 650 ронин он по моему даже наверно будет давать больше чем ронин силы если я не ошибаюсь 5 700 650 и 400 что у дуэлянта где-то я уже наш дуэлянт вот скорость передвижения 280 скорость передвижения как видите 260 360 360 360 400 может плюс-минус будет перекрывает но по скорости атаки вот посмотрите 600 череп даже череп медленней полтора раза 750 смерть 1500 то есть на сегодня у него реально самая крутая самая крутая стата по атаке то есть он очень быстрый будет ли это спасать вот даже если его сейчас просто выпущу его просто сольют как и всех других героев то есть видите ну сливается он налегке это нормальное явление поэтому там кричать что он не имбал не такой да он не такой как зефир но он однозначно круче других героев за счет своих всех умений это командный герой это не соло героя то есть его тестировать один на один как и многих героев бессмысленно а у него мало жизни то есть жизни сейчас это он сейчас ребят конечно у нас без прорыва ну 200 к плюс там бонусами 500 это ни о чем даже миллион на сегодня это ни о чем по сути по талантам давайте дальше ну тут однозначно однозначно плюс по талантам что ему ставить либо соль либо огненка других вариантов я как бы не вижу оттачить ну вроде чего на атаку бессмысленно он будет просто сливаться да он хотя он будет наносить до хрена урона но он будет сливаться с одной точки просто то есть в нынешних условиях реально самый оптимальный вариант это либо огненка либо со и поставить допустим чтобы он там не блокировался ну зависимости от локации конечно же где вы будете можно там рудольфа поставить других то есть это такое более-менее оптимальный вариант по снаряги как я вижу holy conviction собирать его с супер силой ну не знаю немножко бессмысленно как по мне потому что ну нету смысла в атаке это не тот герой его надо чтобы он дольше продержался он реально больше пользы принесет еще варианты есть за счет того что он дальник можно попробовать ему обряд лечения то есть чарку нашу которая вот это на отхил она увеличит ему жизни плюс так как он далеко атакует он с дальней дистанции атакует он будет неплохо в принципе тащить и отхиливаться он имеет иммунитет и то есть иммунитет к стану то есть это тоже немаловажно если брать допустим подземки наверное я бы на подземке там ну вряд ли кто-то будет с донатом качать его ради подземок все будут в основном качать его на полу по локации я его прокачали уже на максималку и покажу вам на остальных локациях вряд ли его будет кто-то качать на атаку все будут качать его на пвп то есть надо реально сегодня она по локациях да втащит такс ну давайте еще вот разок затестим его то есть это герой без эволюции ну говорю без эволюции без прорыва прокачанного и он реально здесь тащит то есть то что у него 13 скилл это как бы не показатель мы бы с 10 скилом здесь тащили основной показатель для него это то что он реально универсальный посмотрите на дальность атаки ну это просто пипец а скорость атаки ну не знаю бомбическая и вот реально плюс то что он еще себя отхиливает как видите он не проседает у нас нету никакого отхила посмотрите сколько он дамага наносит ему пока тот добежал мало кто с героя вот можете просто пустить там какой-то второй эволюции героя посмотреть как он будет здесь тащить вот так вот именно с таких приблизительно таких же героя даже если мы того же я не знаю давайте ради интереса сейчас стрелка запустим сюда ну вот реально он кайфовый мне он нравится у него больше плюсов минуса я вам назвал на эти минуса наверное есть у 90 процентов героев сейчас понятно надо прокачать на тридцатку и там уже будем тестить будет более видно но пока вот то что я вижу на сейчас нереально крутой герой для массовых по локаций конечно надо его хорошенько прокачать и тогда он будет тащить посмотрите отхил его красиво работает все буду я хочу сейчас попробовать запустить сюда стрелка посмотреть на стрелка стрелок с конечно с тридцатым прорывом ну вот да вот если даже так сравнивать стан уже уже чуть-чуть не то ну конечно стрелок тут наверно их нахрен всех разберет до зарядиться но стрелка уже станет ну стрелок конечно бездонатный что тут сравнивать так сейчас он побежит к этим немножко не так стрелок бегает вот потащил он мисс они тоже стрелка вряд ли пробьют не отражал хорошую еще получают ладно надо надо будет просто вы можете сами зайти 2 эволюции стрелка посмотреть что он сможет сделать или не сможет сделать так что еще по герою по питомцам ну ставить питомцы однозначно надо либо на отхил для дополнительные это однозначно плюс слон для уклонения попробуем собрать побольше уклонение у меня он пока собран вот так вот то есть я еще здесь буду ролить созвездия пробовать собрать но это конечно андреал собрать ему надо стараться вот уклонение ну а так в принципе герой как герой на 30 прорыве будет уже видно но дамага у него до хрена просто до хрена попадешь на отражалку это жопа и даже ради теста мы с вами сейчас забежим а кстати я так и не проверил я говорю говорю я хочу для себя проверить скорость набора и это интересно посмотреть скорость набора посмотрите какая чудесная то есть быстрый набор энергии ну тут за счет и быстрый набор и за счет того что он атакует очень быстро то есть и так сам по себе то есть получается раз два три четыре ну быстро набирает это скажем так не очень быстрый но средний набор энергии посмотрите он когда вот атакует беспрерывно цельным все время заряжен то есть он как под бафом скажем так по сравнению с другими героями так с этим разобрались в общем вот так вот то есть такого рода разговорный видос то есть я вам раскрыл плюсы и минусы чтобы вы понимали стоит ли выбрать или нет я уже конечно прокачаю его на максималку но мне герой нравится по дамагу он просто нереально крутой посмотрим давайте забежим на за башку его запущу такой сборке понятно сейчас у нас какой-то имба попадется либо наоборот не прокачаны у нас еще вот махатма есть какая-то поехали я надеюсь там герой с прорывами да там герой с прорывами так смотрим заморозка прошла окаменение прошло то есть реально по ним попадает но без питомца даже пришли им давайте давайте сделаем по-другому давайте мы поставим ему рудольфика то есть видите он конечно он не такой имба как зефир но у него есть плюсы сейчас попробуем сколько мне там попыток две попытки есть отлично то есть он боится как и многие герои окаменение заморозки вот видите молчание прошло то есть это не герой который будет там у вас просто в соло тащить такие пачки там с прорывами немножко они но опять же поставили рудольфик он подольше держится однозначно но он боится то есть это не соло герой однозначно не соло это командный герой его надо ставить вместе с ворожаем но вот сейчас рудольф и камон хоть что-то там может сделать надо конечно ему прорыв качать но против пяти героев он держится там с прорывами и с прочим то есть это уже показатель того что не говно то есть он может хоть что-то делать конечно посмотрим что будет дальше на максималках мне интересно самому на это посмотреть ну пока пока вот так вот пишите в коментах что вы думаете по поводу героя ставьте лайки и ждите уже флоу обзор чека по герою по локациям возможно по битве гели всем удачи всем пока